Сегодня 15 февраля день воинов-интернационалистов. Дату считают своей не только те, кто защищал интересы страны за ее границами, но и кто нес службу в локальных конфликтах внутри. Афганистан, Вьетнам, Сирия, Чечня. На митинге у военкомата встретились старооскольцы, воевавшие в разных горячих точках. В конце 80-х Александр Найденов служил в Таджикистане, на самой границе с Афганом. Но даже в таких условиях случались приятные моменты. На 20-летие Александру выпало конвоировать колонну, и однополчане прямо в поле сделали для него торт из сухарей, сгущенки и масла. Не в казарме, а именно в поле. Вот это было для меня что-то съемка. Сергея Шестакова, 34-летнего полицейского, в 2006-м командировали в Чечню на зачистку бандформирований. Когда идешь, оно страшно. Ну, как-то не так. Почему? Потому что ты идешь с твоими двумя товарищами, защищаешь или грудь, или спину. Страшно как бы становилось после, когда это все заканчивалось. Ну, самое радостное, наверное, было то, что, находясь в командировке, я отмечал 35-летие свое. Это было грандиозно, когда много товарищей, однополчан. Это просто не передать словами. Самое печальное, как-то во всех войнах, это потерять своего ближнего товарища, похоронить. Вы через это прошли? Давайте. Для Сергея Бугунова служба началась в Литве, а закончилась в Афганистане. Я всегда мечтал прийти домой, налить большую ванну воды и пить, пить, и пить, и пить. Всегда не хватало воды. Да, нам давали определенные таблетки, да, мы их кидали в воду, чтобы были обеззаражены. Но, тем не менее, происходили заболевания, и очень серьезные. Страх – это постоянный спутник на войне. Не боятся только дураки. Всегда любой нормальный человек боится. Да, человек не то, что привыкает, человек осознанно к этому уже подходит. В память о тех, кто вернулся из Афганистана, Чечни, Осетии, Сирии, и кто погиб в горячих точках, 15 февраля в Старомосколе и селах округа прошли митинги. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал.